Меня зовут Валентина Пухтеева, я более 18 лет работаю в общественном объединении клуб деловых женщин. Главное направление нашей деятельности это противодействие торговыми людьми. На базе нашей организации работает национальная горячая линия по безопасному выезду, пребыванию за рубежом и противодействию торговыми людьми. Меня зовут Наталья. В трудную жизненную ситуацию я попала в Польшу. Наталья с мужем жили на съемной квартире. Когда родился второй ребенок, через год муж умер. Наталья сама не смогла обеспечивать семью и в том числе арендовать квартиру. Наталья предложила работу ее знакомой в Польше очень высокой заработной платой. Наталья согласилась. Он ее привез в Польшу и очень быстро уехал. У нее забрали паспорт и ей сказали, что она была продана в сексуальное рабство за тысячу долларов. Она отказывалась работать. Хотела уехать домой, но жестко ей ответили, что пока ты не отработаешь долг, никуда ты не уедешь. Также к ней применялось физическое насилие. Наталья стала выпивать, потому что ей было стыдно оказывать сексуальные услуги. Наталью освободила полиция при очередном рейде. Она вернулась в Беларусь алкоголезависимой, без денег, естественно, и с большими проблемами со здоровьем. Наталья самостоятельно не справилась с алкогольной зависимостью и со временем у нее забрали детей. Девушку к нам направила милиция для оказания помощи. У меня была алкогольная зависимость. Чтобы восстановиться в родительских правах, мне нужно было покончить с этим. Международная организация помогла мне закодироваться. После кодировки Наталья была трудоустроена. Дальше ушел вопрос по восстановлению родительских правах. Естественно, для этого необходимо было Наталье иметь свое жилье, пригодное того, чтобы забрать детей. Сначала они купили мне дом, помогли с материалами для ремонта дома. После того, как Наталья победила алкогольную зависимость, и у нее было для этого пригодное жилье, детей вернули в семью. Когда я забрала детей, мне нужно было собрать их в школу. И опять же МОМ помогли мне в этом. Когда Международная организация купила нам корову, мы начали разводить хозяйство. Излишки молока, творога, масла мы продаем. От этого мы имеем постоянный доход. Мы теперь держим кур, уток, гусей, кроликов, индюков. Теперь мы купили машину, мотоблок. Старшая дочь окончила школу, поступила учиться. Младшая учится в пятом классе. Если бы не было бы помощи международной организации по миграции, у меня не было бы возможности забрать детей, не было бы своего жилья, не было бы хозяйства. Благодаря совместной работе клуба деловых женщин и международной организации по миграции мы смогли помочь Наталье. И очень приятно сейчас видеть, как изменилась у нее жизнь. Она стала счастливым человеком. Я бы хотела Международной организации по миграции сказать огромное спасибо за все, что они для меня сделали и что они дали мне понять смысл жизни.